всем привет это сто процентов первый итальянский канал на русском и консолях и видеоиграх привет андрей привет ромал и сегодня в нашем игровом подкасте мы обсудим с вами новости за прошедшие дни которые мы нашли на разных интернет ресурсах вы можете уже обратить внимание что у нас немножко поменялась обстановка у нас теперь появилось хорошее освещение это раз во вторых мы поработали над звуком потому что многие писали что у нас со звуком беда у андрей всегда пиковал микрофон сейчас этого не должно происходить и более того у нас при появился стол и два стула при том что этот стол и стулья в студии стояли уже как год да просто никак не было времени все поставить расставить подключить и так далее вот сейчас у нас комфортный сетап ближе задняя стена на которой вы можете рассмотреть все гаджеты которые у нас есть готовимся просто к сезону на самом деле потому что на диване будет сидеть шортах немножко не камильфо с волосатыми ногами кстати если вы хотите посмотреть рум-тур нашей студии мы как-нибудь это можем отснять организую да я думаю это выжил телесраве для нас бики да просто еще два придурка с камерой которые живут немножко в другом пространстве из другой вселенной может сказать в другой стране мы находимся в италии так что все сравнения с x5 нам конечно лестно спасибо большое что вы нас сравниваете но до их мастерства нам еще далеко подкаст не набрал еще даже первые тысячи подписчиков так что если вы еще не подписались подписывайтесь и ставьте палец вверх вода точит камень и спустя какое-то время надеюсь мы наберем первую тысячу подписчиков а потом уже и первую сотню третью сотню а потом сзади будут появляться кнопочки да кнопочки ответут и первая новость которой мы сегодня начнем уже совсем скоро starfield получит первое dlc а также новые графические режимы и модные инструменты по словам тода говарда первое сюжетное дополнение под названием shutter space увидит свет уже грядущей осенью помимо нового dlc разработчики активно трудятся над крупными апдейтами обновления принесут с собой карты городов расширенный выбор уровней сложности и альтернативные графические режимы признанные максимально использовать возможности xbox сервис x и с ценители модостроения также ждет приятный сюрприз беседа усердно работает над инструментарием для создания пользовательских модификаций а некоторые избранные уже получили доступ к закрытому тестированию многие игроки и вы восприняли данную игру не очень хорошо но я данную игру люблю несмотря на все косяки надеемся что внесут некоторые корректировочки в данную игру и мы насладимся геймплеем дождем с нетерпением dlc и непосредственно моды которые привнесут в игру что-то новое напомним что в конце года майки порадуна следующими играми и ваут индиана джонс новый call of duty и microsoft flight simulator 2024 инсайдеры и заверш рассказали что компания microsoft намерена выпустить несколько крупных игровых проектов ноябре и декабре 2024 года в частности в ноябре должна выйти долгожданная ролевая игра и в аут от студии obsidian entertainment а в декабре геймеры смогут отправиться на поиски приключений вместе с индиана джонс and the great circle от машин games помимо этих двух потенциальных хитов в конце года компания планирует порадовать игроков новый flight simulator и следующей частью call of duty правда пока релизные даты остаются предварительным поэтому в расписании возможны изменения больше подробности microsoft раскроет на презентации xbox game showcase 2024 которая запланирована на 9 июня 9 июня обязательно буду смотреть с вами xbox game showcase и надеюсь что там будет представлен много интересного кстати видишь в этой новости не упомянули stalker а я так ожидаю эту игрушку да все ожидают stalker я думаю то что на шоу покажут некоторые подробности о предстоящей игре которая выйдет уже 5 сентября судя по датам которые нам обозначили или так амиадзаки приоткрыл завесу тайны над грядущим дополнением для elden ring shadow of the entry не поставить жирную точку в основных повествованиях но предложит несколько альтернативных концовок зависящих от ваших решений появится обширный арсенал нового оружия приемов и заклинаний shadow of the entry станет единственным дополнением для elden ring больше dlc не планируется знакомство с дополняем рекомендуется до финальной части основной кампании но о продолжительности не сообщается помимо прочего в дополнение появится персонажи знакомые по упоминаниям в игре среди них загадочная святая трина релиз shadow of the entry запланирован на 20 июня 2024 года в игре присутствует русская локализация на уровне субтитров и интерфейса конечно печально что были всего лишь одно dlc я думал то что игру будет поддерживать на протяжении долгих лет но как выяснилось нет хотя у игры очень много фанатов и онлайн в стиме до сих пор очень даже хороший но разработчики не видят что фанатов много что нужно продолжать работать над скорее всего просто компания планирует выпустить новую часть значит ожидаем новую часть remedy раскрыл подробности разработки ремейка в двух частей макс пейн и кооперативно спин оффа control из финского лагеря пришли свежие вести об ожидаемых проектах их кооперативный экшен под названием condor перешел полномасштабной разработки с увлекательной игровой формулы и инновационным подходом как отмечают разработчики в то же время сиквел control переходит к завершающей проверку концепции в рамках которой определяются мир игровой процесс и визуальное оформление что касается долгожданных ремейков макс пейн и макс пейн 2 то они застряли на начальном этапе но со вторым кварталом 2024 года remedy рассчитывает перейти к полноценному производству этих проектов помимо всего прочего финская студия занята разработка еще одного не анонсирована на данный момент шутера кестра находящегося на фазе проработки концепции студия remedy нас каждый раз радует своими проектами потому что в каждом из них вы найдете что-то необычное вспомни то же сам макс пейн 1 2 ну а control является одной из моих любимых игр потому что именно там графику сделали на высоте и продолжаем новость программе де алан вайк 2 до сих пор не окупился несмотря на неплохие продажи по информации от финской студии remedy высоких оценок от критиков и игроков а также 1 миллион 300 проданных копий оказалось недостаточно чтобы полностью покрыть затраты на создание игры тем не менее разработчики уверены в дальнейшем успехе игры и не теряют оптимизма первая часть была совершенно шедеврально она напоминала мне твин пикс и дэвида линча потому что очень много мистики было в ней я полюбил именно за это данную франшизу если вы любитель мистики и дэвида линча то вам игрушка естественно понравится и зайдет наверняка уже многие поиграли в нее а кто не поиграл то обязательно играйте вот андрей не поиграл я только смотрел обзорчики ну мне не особо она зашла если честно очень странно что несмотря на такие продажи компания так и не окупила затраты на производство да и как правило в любой франшизе первая часть является самой лучшей а вторая уже так себе но это не касается президент evil так как уже мы ожидаем девятую часть которая возможно выйдет в январе 2025 популярный инсайдер даст голем поделился свежими подробностями resident evil 9 по его сведения капком планирует выпустить новую часть культовой серии хорроров уже в январе 2025 года причем разработчики подходят проекту с максимальной амбициозностью он станет самым масштабным и дорогостоящими истории франшизы инсайдер утверждает что девятая часть находится в производстве 2018 года когда капком занималась сразу пятью играми резидент evil включая ремейки после выхода village компания практически сразу дала старт новой пачки проектов по этой вселенной даст голем считает что капком вполне может представить резидент evil 9 на ближайшей выставке summer game fest в июне резидент evil это конечно легендарная франшиза которая имеет большое количество фанатов соответственно мы будем ждать июнь больше в июне будет очень много информации о будущих играх и в общем надеюсь что появится какая-то более подробная информация опять же про резидент evil 9 похоже assassin creed red выйдет в 2024 есть шансы что в этом году мы что-то годное поиграем генеральный директор юбисоф в японии и корее не так давно написал ленкин что отмечает 30-летие юбисофт japan размышляя о трех десятилетиях работы он вспомнил все невероятные моменты этого юбилея помимо этого он подтвердил что у юбисофт есть еще много интересного на 2024 год включая assassin's creed red цитирую лучшего года и быть не может юбилей и assassin's creed red на подходе дополнительным доказательством запуска в 2024 году служат аналогичные сообщения сделанные другими сотрудниками юбисофт еще в 2023 году вселенной юбисофт расширяется с каждым разом я на самой жду даже не assassin's creed red потому что мне япония не особо интересно я жду assassin's creed hex про ведьм интересно если в этом году мы увидим вот такой шедевр что будет в следующем году и про что будет в следующем году да самое интересное где же assassin побывается в 2025 году большой вопрос и следующая новость инсайдерская в следующей части tom rider будет полностью открытый мир возможными деталями от следующей части tom rider поделился инсайдер под ником vs cooper который известен подтвержденными утечками о фильмах следующий tom rider будет полностью открытый мир событий игры развернуться в индии игроки смогут изучать масштабный мир и свободно использовать мотоцикл а также другие средства передвижения чтобы перемещаться по местности будет возможности прыгать с парашютом релиз игры состоится в течение года если не возникнет задержек следующая часть tom rider на движке анриал джин 5 разрабатывает студия кристал динамикс о чем компания объявил еще в апреле 2022 года известно что это будет одиночный приключенческий экшен как и предыдущие игры из основной серии надеемся что компания не будет заниматься переносом данного проекта и мы получим игру в срок появился вслух что по игре престолов делает мморпг источники издания редания intelligence сообщили что разработкой проекта занимается компанией nexon первые подробности об этой игре следующие действие игры развернется в королевстве севера точно будут фигурировать в интерфейл и стена события игры будут происходить промежутки между четвертыми и пятыми сезонами игры престолов в игре точно будут руссы болтон джон сноу и сэм тарли а также будет выбор между мужскими и женскими главными героями есть сюжетная кампания но она привязана к онлайн игра напоминает зелдер скроллс онлайн когда состоится релиз мморпг неизвестным в издании предположили что это может случиться в 2025 или 2026 году 2025 или 2026 год достаточно далек от нас и интересно что же они сделают с данным направлением то есть сериал достаточно популярный также какие книги опять же вы знаете как адаптируют книги и фильмы в видеоиграх не всегда очень качественно все это происходит но надеюсь что компания nexon сделает свое дело качественно и мы только будем ждать так как в основном 2025 и 2026 самые насыщенные года нам еще дожить до этих году я бы не сказал что это прямо самая ожидаемая игра 2026 года или 25 но наверное добавлю виш-лист когда такая возможность появится потому что фэнтези это одно из моих любимых направлений давайте хотя бы дождемся первого трейлера геймплея а потом будем судить добавлять виш-лист или не добавлять это правильный подход кстати поощряю джесс кордон о будущем xbox заявил появится полная мультиплатформа и steam прямо на консоли журналист и инсайдер джесс кордон решил поделиться всей известной ему информацией о будущих планах руководства иксбокс цитирую никто не хотел давать иксбокс шанс так что вот что они получат монополии сони иксбокс будущем будет больше похож на steam все игры от внутренних студий будут доступны как на иксбокс писи таки на playstation появится более гибкие цены на игре а также распродажи что немаловажно появится больше возможности для разработчиков будущие консоли иксбокс будут предназначены для фанатов которые хотят играть в привычном виде консоль иксбокс займет нишу как steam deck в какой-то момент в будущем steam станет доступен на иксбокс вот такие вот интересные пророчества нам рассказал джесс кордон это ж круто но это интересно как минимум потому что я бы хотел бы посмотреть что произойдет туда с компанией сони которая топит за эксклюзивность игр ну хотя в принципе последнее время не расслабились начали портировать игрушки ну так же как и иксбокс ну так же как и иксбокс да но если иксбокс сделать все то что было сказано джессом это будет круто мы увидим получается на консоли два магазина microsoft если вы наверно уже все понимаете что нас ждут большие изменения в компании иксбокс но насколько они будут масштабные мы пока не знаем изменения внутри компании это конечно хорошо но я больше жду материальных моментов таких как выход новые консоли допустим портативки от иксбокс либо иксбокс про какой-нибудь вот а то что у них там происходит внутри компании нас особо в принципе не затрагивает и мы продолжаем играть как на иксбокс так и на других консолях кто-то вот на пока например как андрей играет посмотрим что будет надеемся что наши новости вам понравились поэтому подписывайтесь на этот канал чтобы быть в курсе последних актуальных новостей и ставьте палец вверх ровидерщи чао 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 сидитака миавцзаки маяадзаки маяадзаки хируто к миавзаки хиди тэкаevenGO сидит и тэка Je De TA T he De TA ttaiede ко моносоке прикрепил приều хиде така хиде така миадзаки арегата арегата а я кустал не кусал или т.к. надеюсь что это будет крутая тема но наверное это будет в будущем но понятно что это будет в будущем а если вы хотите предсказание обращайтесь мы вам предскажем и будущее и настоящие и прошедшие гадаю поясами с 4242 карточка андрей туда привязана так что закидывайте денежками он погадает половинка на половинку или как там половинка на серединку серединка на половинку в общем неважно